Директор А.Кулакова 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 возможную область видимости нашего детектора такими же фильтрами, но так, чтобы этот угол был порядка 20 градусов. Все остальное — это такой оптический холдер, который изнутри покрыт облачающим материалом, черным, как мы надеемся, который работает на этой частоте, и начали сравнивать результаты. Здесь показан отклик от температуры ферментельного излучателя. Мы ждали, что линза сделает свое дело с диаграммой направленности балометра. То есть кросс-слот антенны порядка 30 градусов, как мы ожидали, эстетизм у Денса плюс линза. И мы думали, что все совпадет. Будут примерно одни и те же цифры, но оказалось, что это не так. — Точность установки антенны належу какая была? — Сейчас вот спросим, Леню. — Давайте Леню спросим. — 100 микрон — это в большем случае. — Да, скорее всего он став. Леня, ты последний раз ставил? Вот сама эта риска, она какой толщины, которые там на держателе. А? Я думаю, не меньше 100 микрон. — Лучше 100 микрон. — И ты точно нет. — И плюс-минус 50 ты где-то встаешь. То есть вот в этом. — Все правильно. — Ну в общем вот эта самая верхняя кривая зеленая. — Легко, наверное, на 50 микрон врет, нам нужно все струкнуть. — Ясно за счет того, что от всех стенок отражаются, и сигнал снижается. — Это означает, что у них просто с перекошенной диаграммой натуральности она не проходит через апертуру. Когда бокс убирает, она на них попадает в черное тело в большей степени. — Ну, сгибирует. — Она не попадает в эту апертуру бокса. — В первом случае мы как бы пытались зацепить любой максимально широкой диаграммой все, что в этом сайте мы можем увидеть. — Получилось что? — Получилась вот эта зеленая линия. — Самый верх большой. — Правильно, так должно быть. — Потом мы поставили второй эксперимент, где мы надеялись, что линза сработает, и мы увидим весь тот же поток энергии за счет. — А то есть это первая самая высокая, это вообще без линзы? — Это с линзы, но он практически вплотной. — За текстурой. — Не было стакана. — Все собирало. — Все отражения. — То есть мы ее практически сунули внутрь черного тела. — Практически она окружена черным телом. То есть она ест все, что как раз можно съесть. — Да, ну да. — Спасибо. — Не туда. — Следующий эксперимент. — Ну давайте начнем с плохого черного. — Это мы вообще не ставили линза, но мы действительно ограничили стакан. — Ну вот эти вот. — А что же вы первый без линзы повторили? Первый эксперимент интересный был с линзой. — Ну вот так, к сожалению, да. — Ну мы его хотели, но он сломался. — Ну и он сломался. — Все такое. — И вроде и смысл тоже. — А все равно интересно. — Интересно, но это будет интересно. — One step at the time нарушен принцип. И без линзы, и в другом инвариуме. — Конечно. — Как перемножились эти параметры? То есть это просто методически неправильно. — Не то, что ругаются. — Нет, мы понимаем это, конечно. — Это как бы техники безопасности кровью. То есть это то же самое с потерями времени все уже. — Я абсолютно согласен. Просто как-то на тот момент мы решили, что результаты вот такие более приближенные в ИВС, там, в стакане они у нас важнее. — Ну, они второй эксперимент делали и без линзы, и в новом стакане. — Надо было, ну скажем, что-то одно сделать. — С линзой в стакане, либо на той же позицию, но без линзы. — Нет, вот с линзой в стакане, нет, с линзой в стакане вот она, красная кривая. — Понятно, понятно. — И она совершенно установлена так же, с линзой установлена так же, да, как вот на той вот зеленой кривой. — Да, вот это принципиально как-то зеленая кривая, это левый эксперимент. — А красная в правый эксперимент. Причем линзу мы как бы не представляли, то есть как она стала, там, правильно или неправильно, как она стояла. — Они практически совпадают. — Почему? Где совпадают? — Красная и синяя совпадают. — Нет, нет, нет. Синие — это не то. — Давайте я объясню. — Красная и зеленая. Красная и зеленая. Верхняя самая. — Ну, правильно. Я предполагаю, что чувствительность похуже сделалась из того, что у вас антенна посмотрела в бок апертуры и просто не попала, не вся, не вся, не весь ключ антенны попала в черную тему. — Мы точно так же делаем. — Ну, вот смотри, красная кривая. То есть синий кривая — это чуть-чуть другой был метод установки линзы или там может быть чуть-чуть тошнее. — Нам кажется, что он более аккуратный. — Да, нам кажется. — А с чем сравнивались? — С красной. Теперь синий с красной сравниваешься. — Зеленая — это вот. — То есть вы уточнили положение линзы? — Синий с красной сравнивать нельзя. — И переставили ее заново. — Они одинаковые? — Нет. — Я считаю, что это погрешный эксперимент. — Да. — Мое мнение тоже такое. — А можно еще одну версию придумать? — Нет, нет, нет. — Когда линза стоит близко, ИК перегревает, температура уходит. — Вы принимаете за отклик на нужной частоте температурный отклик? — Мы как-то делали эксперимент с термометром, с антенной. Мы почти до 7 кельвинов нашего достаточно большого массивного тела. — Там светит 7 кельвин, а тут у вас миликельвины. Ну конечно, вы перегреваете. — Ну вы не видели? — Нет. — Термометр, соответственно, термометр подогрелся. — Вот здесь не было, но на других лояутах был термометр. Мы специально отсмотрели, там достаточно долго. Перегрева не видели. — Критически важная нам температура — это 3 кельвина. Вот как бы надо увеличить масштаб и сравнить синюю с красной кривой. Там вот на трех кельвинах просто маленькие цифры, но видно, что сильно возрос синий по сравнению с красной. Это не точность измерения. — Ну это же не принципиально. Там на 3-х, на 4-х они должны как-бы траллельник. Ну не траллельно, а… — Ну да, пробел. — Термометр уже не должно зависеть. Мы же смотрим относительно. Ну и как бы объяснение, которое мы сейчас себе придумали. Вот вы видите принцип работы 3D-телевизора без очков, когда телевизор определяет ваше положение. На нем такая пленочка из линз, и он, в зависимости от положения вашей головы, зажигает вам в нужном месте нужный пиксель. И вот мы считаем, что сейчас у нас происходит то же самое. То есть мы смотрим, но мы не понимаем, куда мы смотрим. — Как 3D-открытка были давными? — Да, что-то подобное. Ну еще одно замечание, что вот 4 мм диаметра линзы дают там дифракционный, скажем, диаметры в шкафе порядка 12 градусов. Так что непонятно, можно ли здесь чисто геометрическую оптику применять. Аккуратно рассчитывать. Ну, в общем, цехи результаты такие. Линза свою работу не делает. Как работает антенна, мы не понимаем этого. — Нет больше вопросов. Элементов больше нет. Поэтому я прошу помощь от сообщества. Объясните нам, как это устроено. — Можно я прокомментирую? Я бы хотел, чтобы Анин доклад попросил доклада Антона. Потому что, собственно, была мотивация, в чем мы решили совместить антенну и линзу. Нам показалось из размера пятна 0,25 или меньше, из достаточно большого размера антенны, что линза работает, может быть, слишком хорошо, и пучок слишком маленький попадает в серединку. Вот потому мы и стали играться с размерами антенны. Вот немножко ее сдвинули, и вроде отклик сильно возрос. Если бы можно было как-то или немножко… — А еще раз, как вы возбуждали антенну, чтобы получить биограмму направленности? — Логика была такая, потому что на антенну падает плоская волна, и она возбуждает как бы параллельные щели. Но мы как бы оставили просто технические порты друг на друга, поэтому на 180 поморачивали. Но как бы если… — Это в эксперименте. — В эксперименте баллометра в портах антенны соединены BC-связи. — Понятно. А когда вы диаграмму направленность смотрели, вы позировку антенны… — А как? — Ну, фактически мы возбуждали этот порт, а три другие ставили резисторы. — Это то же самое, на самом деле это разговор о том, какая фаза будет. — Лицензии получались. — Главный вопрос, что… — Это как бы и не классический антенна с одним портом, и фазовой информации нет, и в общем мы не знаем, что это будет дальше. — А баллометры одинаковые были? — Условно. — Просто если они разные, то array-фактор плохой, и диаграмма направленности совсем другая, потому что работает одна из слотов, и этот слот, который работает, смещен от центра, от оптического. — Ну, и так далее. — Ну, тут надо быть уверенным, потому что тогда анализ, он весь промахит. Здесь многопараметрическое пространство, чтобы ответить на то, что происходит, надо понять. — Ну, естественно, еще одно неизвестное — это качество лимита. — Да. — Потому что вообще это была для пробы технологии. Выточена бульба на 7 линз, и на самом деле никто не помнит, из какого гребня, бездомного или высокого. — Они умные вещи не возили на проверку даже умности. — Народ, значит, смотрите, ребят, у меня есть одна умная вещь, скажу, как-то по радио шутят. У вас есть гератроны, вы этим гератроном через линзу можете выжать это пятно, куда она фокусирует, просто физически. Вы фоторезист можете нанести на линзу, поставить ее, сьюстировать гератроном, вы просто будете знать точно фокус, вы просто ее видеть будете, куда она фокусирует. Даже если линза немножко... — Я думаю, там беспомощный гератрон можно. — Ну, она же не прозрачная. — Не-не-не. Такими опытами Гриш Денисов занимался и показывал картинки. Они там что-то прожигают, что еще не на бумажке, просто рисунок получается. Сзади ставят бумажку, а бумажка, естественно, как под выжигательным стеклом. — Да, но она фокусирует, то есть вы просто можете найти фокус вашей линзовой системы, конкретной линии, просто их как бы, не знаю, сертифицировать так. Вот эти линзы вот здесь, он физически будет там где-то, ну, либо краской какой-то, которая там с микроволнами что-то там коагулирует от тепла просто, или что-то еще. И это будет действительно прецизионная система. То есть я такой мечтаю уже лет двадцать. Наверное. Пятнадцать ладно. Аккуратнее буду. Потому что, действительно, все вот эти сомнения, а правильно сделали линзы, а правильно дело ставят, я вижу точку, куда она фокусировалась. И я, между прочим, точно буду знать, что вот если я поставлю антенну в эту точку, то она с точностью до плюс-минус один градус, мы пошли другим путем. Мы еще задолго до Нового года заказали просто новые линзы из искомного кремния, одиночные, с нормальными этими. Кремния с красивым сертификатом. Но тут сломался станок. То есть мы давно уже, еще до Нового года все померили и убедились, линзы или виноваты. Или еще кто-то. Можно две линзы сложить и с этими самыми, как его называется, с перетяжку, совместить перетяжку, вот положение антенны, две линзы, сьюстировать и посмотреть, как пучок проходит сквозь нее. Он должен быть, грубо говоря, резонансов никаких не должно быть, поскольку поверхность не плоско-параллельная. Должно быть чистое прохождение, причем вы увидите, даже просветляющее покрытие работает или нет. Сережа, на самом деле, для этих экспериментов есть сложность одна. Вот все эти работы будут очень маленькими линзами и вот такого рода пучки, которые будут заведомо меньше, чтобы мы увидели вот эти все пятнышки, мы точности не будем иметь. То есть ты как-то представил вот эти вот эксперименты, которые наши гератронщики делали? У них вот такой лист бумаги, вот такая вот штука, вот они там шпарят через всю комнату, вот туда. А здесь у нас с тобой вот такая 4 мм линзочка, да? И чего я тут с этими фокусами делал? Вот. И вот такой гератрон хайлоу в 10 см. А вот с сапфировой линзой и образцом на сапфире ты глазиком смотришь и видишь. Антоночка махонькая, а глазиком она вот такая вот. У нас следующая проблема, что линзы маленькие, 4 мм. Они задны размером между пикселями. А что гератрону плохо будет, если вы эту линзу в диафрагму вставите, или что там будет? Ну если линза не расплавится, если они слишком низкоумные. Там у них главная проблема, почему они на алмазные токны переходят. Плавится все. Нет, вам 10-й годик, мы можем сделать, когда у нас будет автоматизирована подвижка, ячейки колеи. Снять диаграмму, посвятить цветом, линзу круг-прухта ставить, как кузенькую. Да нет, кузенькую линзу ставить, это надо честное, как представить. Ну понятно. Так, ну что, двигаемся дальше. Саша Абашин. Александр Абашин. Убег по срочным делам. Надо же. Так, следующий. Я не очень понял, просто вчера эту концепцию. Вы вроде сказали, один докладчик, потом просто дискуссия. То есть, а в группе. Я так понял. Я тоже не понял. Нет, это да, но потом же предполагались доклады. Ну, я просто не очень понял. Ну, я просто не очень понял. Да. Ну, а... Ну, а... Я могу завтра говорить. У нас у меня приготовленный кильон, вот, надо немножко разрушить, но я... Олег Большаков. Ну, вот, я не буду готовить. Ну, я иду, А он же, он делал готов. Да. Он делал, он. Да. Скажи, я еще раз поеду, как? Пошедайте. Да, вы, что? Давайте, мы завтра. Экатерина Матронова.